Привет, парни! Только что прочитал информацию о том, как Кубрат Пулев, точнее его команда, очень-очень взяло возмущается о том, что, видите ли, совет директоров IBF предоставил отсрочку от защиты, официальной защиты против обязательного претендента обладателем титулом чемпиона мира по версии IBF Энтони Руиса против Кубрата Пулева, да, то есть Кубрат Пулев обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, но мы знаем, что у Энди Руиса есть обязательство перед Энтони Джошуа, и он должен, в общем, защитить все свои титулы. Напомню, это WBA Super, IBF, WBO и IBO. И совет директоров IBF сказал, ну, ребята, ради такого, в общем, события давайте договоримся. Энтони Джошуа и Энди Руис проводят поединок до 7 декабря, вот, а уже следующий бой там должен состояться до 20 марта 2020 года, то есть титул чемпиона мира по версии IBF победитель второго боя между Руисом и Джошуа защитит против Кубрата Пулева. И Кубрат Пулев первый на очереди. По-моему, нормальное заявление, тем более, что Кубрат Пулев только что отбился от всех судебных притязательств к нему со стороны одной модели. Вы помните, конечно же, мы писали на сайте TheBoxing.com.ua и рассказывали в программе The Ring Show о том, как Кубрат Пулев попался на удочку одной обозревательницы, которая брала у нее интервью после его победы над Богданом Дину. Тот поцеловал вот эту вот суши. И она, естественно, как только этот поцелуй был запечатлен на видео, то есть записывалась интервью, она буквально через два дня побежала к одной из самых одиозных адвокат Шамерики, которая занимается всеми этими сексуальными домогательствами. И, конечно же, поимели Кубрата Пулеву по полной. Ну и вот и Кубрат Пулев вместе со своей командой возмущается. Как это так? Мы готовы! Вот мы готовы провести поединок хоть завтра! Мы даже готовы его оплатить, конечно же, не Кубрат Пулев, а Боб Арун. Помните, что за каждым боксером, когда он начинает качать права, стоит промоутер, интересы которого, собственно говоря, выражает боксер. Вот. Мы готовы защитить, оспаривать этот титул. Мы не уверены вообще, что после того, как 7 декабря бой Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится, мы получим это право. Может быть, они решат защищать по ВБО там, или, не дай бог, по WBA. Супер! Ну, в общем, бред сивой кобылы начинает вместе. Есть официальное письмо IBF. IBF – это единственная компания, которая требует четкого выполнения своих предписаний, правил своей боксерской организации от любого чемпиона. И если чемпион, как в случае с Саулем Альваресом, да, начинает крутить носом, я ж супер-пупер, вот, и я хочу делать то, что я хочу, они говорят, слышь, парень, титул чемпиона на стол, и сам гуляй, Вася, дальше. И, собственно говоря, зря Кубрат Пулев начинает бояться. Но дело в том, что Боб Арум и Эл Хейман, они работают вместе. ESPN, Showtime, платформа Элла Хеймана, чемпион боксинг, прошу прощения, премьер боксинг чемпионшип, они все работают против Эдди Хирна, который, собственно говоря, мешает им, мешает их раскладам, поэтому Боб Арум решил подергать Эдди Хирна, у которого достаточно проблем с Энди Руизом во втором поединке против Энтони Джошуа. И тут решили запустить Кубрата Пулева. Хотя я должен напомнить Кубрату, что октябрь, 28 октября 2017 года, он должен проводить поединок против Энтони Джошуа, будучи официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Айбеф, но на неделю до боя, общая такая известная версия, что у него порвался там грудная мышца у Кубрата Пулева во время спаррингов, за неделю до боя, когда практически там за две недели уже спарринги не такие интенсивные. И он якобы не сможет боксировать, и тогда Эдди Хирн пережил ужасный головняк, поскольку Джарл Майлер нет, Кристиан Хаммер нет, Диллиан Вайт нет, кого выводить в ринг против Энтони Джошуа, слава богу, нашелся Карл Астакан за довольно-таки нормальные деньги, в общем, не слишком много заламов, меняемые деньги были. И Кубрат Пулев говорит, что у меня травма, на самом деле, об этом много писала британская пресса, и было даже интервью тех членов команды Кубрата Пулева, которых бросили на деньги, то есть не доплатили обещанные деньги. Они рассказывали, что Кубрат Пулев был настолько сломлен психологически, в спаррингах у него мало что получалось, и он настолько сломался психологически, что откровенно боялся выйти в ринг против Энтони Джошуа, поэтому и воспользовались вот такой вот отсрочкой. То есть, если ты отказываешься от поединка по причине медицинским, то, в общем, тебе говорят, парень, боксер, всяко бывает, никаких претензий нет, выздоравливай, снова приходи, снова доказывай свое, у тебя первоочередное право быть обязательным претендентом, ты проведешь там пару поединков, и, пожалуйста, выходи в ринг, чем Кубрат Пулев и воспользовался, победив вот последним, сначала победив Хью Фьюри, и это случилось в Болгарии, где, собственно говоря, Кубрата Пулева вот так вот за уши и за нос вытягивали, вот чтобы он победил Хью Фьюри, и второй поединок против Богдана Дину, если вы видели, то, в общем, абсолютно бессмысленный поединок, который, в общем, Кубрата Пулева, ну, характеризует как малодумающего бойца, просто, в общем, большого парня, который реализует свое преимущество, потому что второй боксер, который против него в ринге, ну, не очень такой сильный. Поэтому Кубрату Пулеву хочется сказать, братишка, говорит, если ты хочешь доказать право на поединок за титул чемпиона мира по версии IBF, ты вот проведи поединок промежуточный, у тебя теперь до хрена времени, ты можешь в октябре, в ноябре провести бой против хорошего топового боксера, только Бобуарам прекрасно понимает, что если тебя вытащить в ринг против топового боксера, ты можешь проиграть. А так Бобуараму очень надо, в общем, как бы, подвести тебя к поединку против или Энтони Джошуа, или против Энди Руиса, там они уже с Эллом Хейманом договорятся. А тебя, Кубрат Пулев, просто используют как вот большой рот, как и используют Энди Руиса. Вот в борьбе промоутеров боксеры иногда выполняют довольно-таки неблагодарные роли. И это тоже своеобразная сторона бокса, да, есть бокс в ринге, когда боксерам отдают большой респект, они выходят, бьются. Есть трэш-токи, которые являются частью шоу-биза боксерского и служат только для привлечения внимания. И есть вот такая вот финансовая борьба, как бы, за кулисами, где промоутеры устами боксеров решают свои собственные финансовые и меркантильные вопросы. Вот, собственно говоря, о чем я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на мой канал, ищите больше информации на сайте theboxing.com.ua к вашим услугам The Ring Show. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео. Ну и помните, где бы вы ни были, чтобы с вами не случалось, все всегда будет бокс.